Так, ну-ка направо, налево, ха-ха-ха, это работает! Да ладно! Ну вот, я рад, что я сделал мой день. Чувак, вы... Многие боятся покупать игры вне стима, и на то есть причины. А что если я скажу тебе, что есть способ купить игру дешево и бескидалово? Я нашел один интересный сайт-агрегатор, который сравнивает цены на игры из разных мест и ищет для тебя самую низкую цену. Поиск происходит только в надежных магазинах и без всякого кидалова. Никаких рулеток, никаких шансов, никаких кейсов. Тут все серьезно, вбиваешь игру и получаешь цены из разных магазинов. Для многих игр сайт предоставляет уникальные секретные промокоды, которые дают скидку. Если что-то пойдет не так, то поддержка всегда тебе поможет. Геймс Хаб торгуется вместо тебя с магазином и делает это бесплатно. Переходи по ссылке в описании и добавляй сайт в закладки. Так, всем утюг, с вами Глюк и Сорс. А, привет. Я уже оделся, видишь? Да, слушай, а откуда у тебя такая куртка? У меня нет такой куртки? Ты откуда такую куртку взял? Я бы сказал, что на читерил, но она мне просто выпал. Вот же. Вот, видишь, у меня из вещей нормальных есть только это. Еще есть футболка с подшипником и все. Короче, ребят, добро пожаловать в скрипт механик. Это Сорс, у него есть свой канал. Мы с ним уже один раз записывали. Но этот ролик совсем, короче, я дебил, я не записал звук. Короче, весь ролик пошел в жопу. Но вы можете увидеть часть этого ролика на канале Сорса. Ссылочка на Сорса будет в описании. Да, кстати, у меня тоже там большая часть пошла именно туда же, где пошла у тебя. Но то, что мне удалось хоть чуть-чуть спасти, то можно посмотреть. Мне просто дико жарко, но это... Жарко. Жалко. Потому что там такой ржач был, просто нереально классный ролик. Вы знаете, что делать? Мы делали, короче, вот этот плод. Мы на него умудрялись плавать. Мы встраивали на него трастер, и это было вообще бесполезно. И оказалось, что самый эффективный способ плавать, это вот так вот. Мы экспериментировали с разными методами, пробовали что-то додумать, но ничего не получилось. Да, пока что вот оно плавает вот таким образом. Мы, наверное, как-нибудь потом приделаем какие-нибудь, не знаю, трастеры, наверное. Больше кроме трастеров здесь, в принципе, ничего и не работает. Мы уже пытались там кругу крутящиеся штуки всякие делать. Тоже нифига ничего не работает. Пока вот молотки оказались самые классные. Так, ну еще, еще. Я хочу, ребят, чтобы вы собрали хотя бы 15 тысяч лайков. 15 тысяч лайков это немного, ну, чтобы серии выходили побыстрее. Потому что вы не представляете, сколько времени нам приходится записывать. Прошлый ролик мы сколько записывали? Чтоб не соврать, я пришел сюда в 12. По-моему, почти 5 часов, там 4 с хвостом. Да, да, ребят. А еще монтаж. Я могу в день записать, ну, максимум, максимум, наверное, один ролик. Потому что больше у меня времени ни на что не хватит. Вот. Ну, если ты, конечно, не захочешь есть, не захочешь спать, можно, конечно... Тогда можно 3 сделаешь. Не, ну, я 3, если, наверное, не буду еще спать. Короче, ребят. Я тебе не советую, я тут недавно монтировал, и в итоге я заснул. У меня ролик через полдня уже пришел. Серьезно? Ну, короче, вот, ребят, просто, ну, просто по-человечески. Пуститесь, поставьте лайк, пусть мне тоже будет небольшой нищечек. А ваш нищечек, это будет вот этот ролик, который вы будете смотреть, наслаждать и ржать. Ай! Ну, опять. Опять обижают. Короче, они этого не видели, они этого не видели, а я страдал. Да, он страдал. Подожди, под этой штукой я больше не хожу. Все, 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 все. Не, не, не. Ну, да ладно. Ну, давай, да, хорошо, давай я. Давай я. Я хочу курс массажа. Прямо сейчас. Хочу курс массажа. Спину мозгового. Сейчас я такой выхожу, знаешь, а ты такой обгоняешь меня, эта штука. Вот так вот, как ты меня в прошлый раз. Вот так вот. Куда? Ты меня под землю фигашил, чеба? Я под водой плаваю. Под землей под водой плаваю. О, тут металл оказывается. Тут оказывается головы вражьи. Я под своим огородом. Подожди, ты так через землю не сможешь пройти. Старайся отплыть от воды и ты провалишься сквозь землю. Ну, помнишь, как раньше было, что я падал и появлялся. Ну, да. А подожди, а ты там что, умираешь? Честно, я не помню, но вроде нет. Но не факт. Просто я слышу звуки такие. А, я не покушал. А, ну вот, я же говорю, ты голодный. У меня канал маленький. Блин, я тебе что-то не хочется отсюда уходить. То прикольно. Кстати, мне говорят, что я когда у тебя у меня голос другой почему-то. То есть, как бы, ну... Это потому, что потом... А я не знаю, почему. Ты же, конечно, у себя свое записывал. Я знаю, я просто постоянно, как бы, ну, такой весь, вся такая серьезность. А у Глюка у меня начинает пробивать. Потому что я люблю эмоции. Я люблю, когда людей выводить вот на этом. Все это прикольно. У меня, знаешь, что, короче, вот видишь машину, которая, ну, большая такая. А, да. Которая опять без колеса? А, прикинь, она на самом деле с колесом. Просто колесо почему-то под землей. А, ну, целое. Ну, ну, под землей. Подожди, ты под землей. И я под землей, да. И у тебя здесь есть сидушка. А у меня есть лифт. А ну-ка, давай-ка, давай-ка я попробую тебя оттуда выводить. Ну, давай. Так, у тебя есть офисное сидение. Это хорошая штука, но я не знаю, или он опустится. Я не в курсе, как сейчас работают баги. Ну, как бы, не все. Не, он опустится, опустится, сюда можно пролезть. Да, просто я не знаю, или он... Так, спасательная операция, ребят. Да, возможно, она не получится, и все меня будут хейтить в комментариях на всех каналах мира, но... Я надеюсь. Я бы тебя и без... Как бы и без этого похейтил. Знаешь, ну, хейт подружески, это тоже хорошо. А он не садится. А, подожди, я понял, почему он не садится. Он не садится, потому что у меня железное бревно в руке. Во, все. Давай, поднимай меня. А-ра-ра-ра-ра-та. Блин, у меня четыре дня в голове одна та самая песня, прикинь. Работает. В смысле, какую? Какая песня? Прабана-на-мен. Да, и порядок. Деградируешь, значит, потихоньку, да? Деградируешь. Такие подписчики все умные у всех, ну, как бы, подсказывают много. Это знаешь, это такой ютубер, тупые, а подписчики все знают обычно. Ну, реально, мне такие пишут, слэш, чувак, ты че, дурак, крафтить? Соедини, потом соединенкой присоедини, и все, я такой, что так можно было. Я в шоке. Еще же за. Ну, знаешь, и если, например, взять меня и те, что мы тупые, то, скажем так, не самые, не самые. Че, есть еще кого-то, знаешь, более тупого. Ну, если не считать, например, ну, не знаю, там, Дуду, например. Надеюсь, он не увидит этот ролик, и не будет его монтажить. Дуду там увидит. Я ему тайм-кутский, ну. Нет, нет. Если серьезно, ну, нет, Дуду не тупой, он придуривается. Ну, конечно. Ну, вообще, как бы, я тоже обычно не тупой. Ну, хотя, как сказать? Ну, знаешь, у меня есть теория, что все люди тупые, просто не все сознаются. Ну, и можно и так сказать. То есть, как бы, я себя умним не считаю. То есть, я просто я. А какой там? Так как природа. Вообще, да, типа, это не нам судить, это судить вам. А я буду судить о том, как вы судите об этом по нам, по вашим лайкам. Так что, вот, ставьте лайки, и я буду думать, что, возможно, я умный. Но это не точно. Просто топовый байт сейчас на лайки был. Ну, вообще, да, безпалено. Надо себе так научиться, знаешь? Ну, это же опыт, я уже, я уже больше пяти лет на YouTube, подиваясь. Серьезно, слушай, а у тебя лям когда был? Потому что я помню, что вроде бы сначала смотрел, о, типа, ну, чувак, какая прикольно, ляма нету. Ну, прикольно. Ну, так это, ну, когда, ну, в прошлом году, по-моему, был или в позапрошлом году лям был? Ну, ты видишь. Благодаря тому, что ты научился, ты за год еще полляма на стрих. Да это не я, это все подписчики подписываются, на самом деле. Я не знаю, зачем они совершают такую глупость в своей жизни, но это уже их дела. Ну, знаешь, как, я не понял, как в канале есть такое. В конце с каждой дерево, я на такое не подписывался. А ты подпишись. Вот такая самая история. Не подписывался, ну, подпишись. А, мне так я надо еще раз, два. Да, мне еще надо там стекло сейчас крафтить. Синий экран смерти, ребят. Короче, ребят, рассказываю вам. Я просто шедеврально, вот просто на ровном месте, не знаю, то ли от крафта, то ли от сорза, взял и ушел в синий экран смерти. Ну, я, я, я не могу. Я постоянно что-то делаю, а он вот, компьютер умирает и все. Ну, не виноват. В прошлый раз, значит, с тобой у меня не записался ролик, потому что звук не записался, сейчас синий экран смерти. Что будет дальше? Ты понимаешь, что они сейчас в комментариях напишут, не бери его, у тебя после этого ролики не выходят. Ну, вообще, на самом деле, да, вот то, что не записался, звук нам стоил как минимум одного дня простоя. Можно вопросик, а можно меня пригласить? У меня не отображается почему-то кое-кто. Ай-яй-яй-яй, а ты сам у меня не отображаешься кое-кто. Так, 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 так. Вот сюда, по-моему, вот так вот. А какая ты рыбка, кстати? Я морской ходьёш. Наверное, как это драконаутка. Морская драконаутка, да? Так, ну-ка. Блин, слушай, а ну реально работаю. Смотри, короче, тут 10 схем лежит. Тут лежит овер до хрена схем. Я захожу. Овер до хрена схем получилось. А, кстати, ребята, когда подсоединил последнюю трубу, там анимация такая прикольная, типа водичка такая друг к другу, короче, сливается. Как будто бы там соплики. Ой, в смысле красиво. Подожди, в смысле... Поставить трубу, и видишь, там нет воды. Сейчас вода должна такая заанимироваться. А чё, не? Я не видел ни поводы. Они же воздушные вроде трубы. Я делал у себя, получается, трубу через верх бота. Она мне так красивенько заанимировалась. Где-то на ролике нету, наверное, опять. Ну, короче, я не знаю, почему самые крутые моменты всегда не записываются. Потому что это я. Со мной самые крутые моменты, блин, это не записывается. Это не только с тобой. Это как бы, не знаю, какая-то судьба, что ли, что нельзя самое крутое записать и показать. Чё, тюба? Блин, так получается, можно сделать целое, прямо огромнейшее хранилище. Прямо гигантское сраное хранилище. Вот здесь у тебя где-то был ещё сундук один, да? Вот это, да? Если был ещё один свободный выход, да? Можно было бы сюда пристакать ещё один сундук. Или смотри, делаешь тут ещё один сундук. Так можно вот здесь, вот смотри, вот сюда вот можно, вот в эту дырку. Если ты к нему сейчас ещё сундук один привалишь, у тебя будет там с трёх этих сундуков целый. Этот, как он называется. Блин, какая классная тема, на самом деле. Ты просто такой гений. Я такой не знаю, кто из разработчиков это придумал, но, блин, чуваку надо медаль пожизненно выдать, потому что посмертно он ещё успеет. На самом деле прикольно, прикольно. Здесь можно было бы, знаешь, такую игру Факторио? Знаю, но есть проблема в том, что я в неё не играл никогда. Ну, короче, вот эта игра могла бы очень много оттуда, на самом деле, потягать. Если бы была бы хотя бы возможность, там, не знаю, добывать, например... Как тебе сказать? Если бы разработчики объяснили мне, почему плавает тяжёлое дерево лучше, чем обычное... Ну, кстати, да, ребят, у нас здесь армированное дерево, оно более плавучо оказалось. В нём составе есть арматура, то есть железо. Да, и оно при этом более лёгкое. Как это так? Логика. Кстати, тут у меня в Дискорде народ проверял. Кстати, там из твоего Дискорда ребята приходят, некоторые получили уже статус учёных. Они там тесты делают разные, в общем, приколы выявляют. Даже взрыв бомбы не двигает плод. То есть, ну не работает. Да? Это как? Ну, если вот тут прицепить бомбу, Б612, мы же знаешь, у тебя тут есть в Дискорде, он взрывал бомбу, но не двинулось. Ну, это хороший способ двигать, конечно, плоты бомбами. Ну, он решил, о чём бы и нет. Смотри, 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 нам нужно найти деда. Где нам лучше всего найти деда? Горящие лесы, либо... Там ещё есть одна локация, там они тоже появляются. Ну, это сложно. В лесах сложно находить, а в горящих проще. По-любому есть один дедок. Любая локация горящая леса. Хорошо, смотри, я специально создал для дальних путешествий вот эту вот штуку. Ну, я предлагаю сейчас положить туда всю провизию, которая у нас есть, и просто поехать, наверное, и забыть, ну, типа там... Ну, попытаться что-нибудь найти какого-нибудь деда. Поводу провизии, я и так за твой счёт здесь на карте живу. Не норм. Естественно, конечно. Кстати, советую. Если вы хотите поиграть в выживание, и вам впадло что-то сажать, что-то вот это, приходите к глюку на карту, вот, берёте и хавайте у него продукты. Он вас нафиг пошлёт. Он не будет это терпеть. Он просто пошлёт вас нафиг, и вы никаких продуктов вы от глюка не дождетесь. Глюк кормит только Маргариту. Ты не похож на Маргариту. А где Маргарита, кстати? Маргарита, она шла. Маргариту съели, её нужно новую Маргариту. Маргариты взаимозаменяемые. Да, это, конечно, печально, но ладно. Ну, так и вы реалии жизни. Я, кстати, у меня была подвижная база, я на ней ещё катался когда-то. Сейчас я уже остепенился. Остепенился он. Прирост к дому, в общем. А раньше у меня дома-то не было. И что это я хочу сказать? В общем, была у меня корова в мобильной базе. Я её за собой водил. В общем, прикольная штука. Прямо в смысле водил за собой корову? Ну, я и для неё там загон сделал, катал её. Ей понравилось. Круто. Ну, правда, после того, как я перешёл в мир, она ушла. О, блин, это печально. Мы с ней были долго, счастливы, но она решила, что мы с ней не пара, в общем. Так, знаешь, что ещё нужно? Нам нужно ещё бензин. Бензин нужен. Бензина, потому что у нас почти нету. Ну что, ребятки, поехали мы, значит, в далёкие-далёкие приключения. У нас есть запасы блюбери... Блюб... Синих ягод, короче. Голубых вишен. Хорошо, голубых вишен. И сейчас мы должны где-то найти деда. Это у нас или осенний биом, как я понимаю, или должен быть... Горящий. Вот он осенний справа. Либо... Горящий. Подожди, справа. Это осенние деревья. Там есть они, но как будто это не осенний. Ну-ка, давай-ка, заедем. Хотя, подожди, возможно, возможно и нет. Ну я просто, знаешь, что, уже я видел такие или Сашу, типа, они как будто немножечко осенние, но и не осенние. Ну вот и тут, как бы, вроде бы, нету ничего. Короче, там они и должны быть, значит, это хорошо, ладно, развел глюк, а все, пошли. Злодей, злодей. Дружка, тушь кефри. А у тебя его желающий? Да. У меня, кстати, тоже есть, я на гатлинг еще не накопил. А здесь вот на этой карте у меня даже коллектула нету, я здесь вообще бомж, вообще есть только молоточек. Ну, на самом деле, типа, добывать ганы, да, типа, получается очень дорого, на самом деле. Кстати, просто нереально дорого. Маленький прикол, ты в курсе, что на складах, кстати, синие боты, да, ихние ленточки отбиваются молотком? Ну, ты мне, по-моему, в прошлой серии как раз об этом говорил, который у нас не записался, я был очень удивлен. Вообще-то, я не помню, что ты говорил. Я просто говорил, что я хотел пройти его, как бы, потом такой, значит, через полтора часа записи. Нет, пожалуй, нет. Пожалуйста. А тачка, короче-то, ой, тюй, 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 взбыл. Дом на колесах. Мне кажется, что как бы боты немножко перевешивают. Не, мне кажется, что я просто немножко тупой и не умею водить. Мне кажется, проблема в этом. А у тебя реальности права есть? Да. А у меня нет, так что, как бы, вот такая штука. Притом в GTA-шке у меня персонажа прокачиваю. Значит, я тебя за руль не пущу. Ну, хорошо. Значит, я тебя за руль не пущу. Не, прикол в том, что у меня в GTA-шке у персонажа прокачано именно вождение, при том, что стрельба там, ну, где-то двоечка. То есть, я тренять не умею. Слушай, я хочу эксперимент. У нас спереди есть трамплин. Я не знаю, куда мы с него улетим. Иди. Но проверить его надо. Надо, надо, надо. Ну, пожалуйста. Слушай, я зря машину, что ли, собирал. Смотри, какое трамплинище. Ай. Да, это показалось менее эффектно, чем я думал. Но, в общем-то, меня устроило. Ай. Знаешь, что мне кажется? Что? Ой, что за нами кто-то идет. Я поехал. Я на этой машине, если потом будут трубы, можно вообще сделать так. Ой, ляля. Да, так в том-то и дело. Она же вообще реально полный обработчик. Еще осталось, знаешь, типа там перекладывать часть ресурсов вот с заднего сундука в передний, и будет вообще огонь. Смотри, тема. Вот видишь, с сундука за мной торчит труба косая. Можно просто поднять трубу вверх и пропустить сквозь голову робота. И в следующий сундук зациклить, и все. Ну, типа да, да. И будет полный процесс обработки, который как бы перекладывать ничего не надо. Я-я. Знаешь, что мы забыли? Я дебил. Ча? Мы кое-что забыли сделать. Что именно? Кровать. А-а-а-а. А-а-а-а-а. Так. Слушай, надо срочно сделать кровать. Вот прям сейчас, короче. Я не помню, из какого-то финского языка ам-ам-ам осуждать будет звучать именно так, как я хотел сказать. Про эту ситуацию. Так, куда ты машина едешь? Знаешь, что вы... Ой, блин, тут океан. Фига, мы доехали. До океана с другой стороны доехали. У меня, конечно, есть предложение покупаться, но у тебя здесь нету фото, чтобы раздеться. Мочиться я не хочу. Ну, да. Я не знаю. Вот хочется, когда заходишь в воду, хочется отрпешить, что-то именно разделся и пошел купаться. Не знаю. Все. Любитель РП у нас, да? Не, у меня такой фетиш просто. Ну, не знаю. Ага, да что же вас откуда-то всюду-то вы лезете-то, ну, пи-пи-пи-письки. Просто я как бы, ну, смотри, вот я вот играю, я вот пытаюсь погрузиться в мир и лезть в одежде, которая намокнет и потянет тебя на дно. Чего, серьезно? Ну, да, да, я с вами соглашусь. Так, хорошо, мы нашли горящий биом. А вот тут... А искали хлопок, понимаешь? Ну, как тебе сказать, хоть что-то там и нашли? Ну, да, да. И, кстати, и вот как раз и деревня. Да, и там только один этот, как он называется, мудлой-то, ну, робот. Вон, нет, там есть этот дед. Ну, и робот-то всего один. Слушай, а как ты эту тему делал, что забирал в инвентарь деда? Так я не забирал. Не, если не у тебя это видел? Нет. Нет, в ней люди говорили, что типа, как-то его можно, типа, приварить. Я пытался же приварить, а я видел тему, что на него... Ну, глюк. Причем это дед, на него обижайся. Ну, дед. О чем это? В общем, где-то на него здесь, я не помню, если он или первый раз забираешь, или второй раз забираешь, можно поставить где-то кубик, ты потом кубик удаляешь, и деда вместе с кубиком, в общем, он потом в инвентарь как-то. Короче, глюк, это еще один глюк, который надо будет как-то потом сделать. Так, ладно, не будем затягивать, давай его пока что так-то катим. Ну, ну, как бы, да, наверное, да. А куда ты его, ты его не в ту сторону катишь? А, я понял, ты в меня его катишь, да? Машина приехала. Ну, слушай, а давай сделаем вот эту штуку, типа, барьер сзади и просто будем его котить сюда. Ну, давай. Он же круглый, он котится. Давай, я ни разу так не делал, и это выглядит вроде как прикольно. Это зад машины, да? Да, это зад машины. У меня только некошерное дерево, у меня блоков нормальных нету, только некошерное дерево. Такая какая разница, нам или некошерное подойдет. Ребят, это живодерский способ транспортировки дедов. Ну, вроде как он даже работает. И, кстати, если хорошо разогнаться, будет веселей. Так, дерево на дороге. Только поздно, как я его сломал. Я, 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 я вовремя, я капитан вовремя, в общем. Сорс дерево на дороге, а, вовсе, дерево село. Хорошо, поехали. В смысле, это было через дефис? Сразу не дошло. Ты сказал, сорс, дерево на дороге, такой, думаю, окей, запятая. А потом понимаешь, что там дефис был. Да. Сорс дерева на дороге. Между прочим, самое дорогое дерево на этой карте. Я, знаешь, сейчас они такие на деда согрелись, деда такой, а мы тут ни при чем. А, это фонарик, господи, я думаю, что за светящаяся байда такая. Я не против такой фонарик в дом поставить. Голок не круто, но... Он здесь приварен, как бы. Так, ну все, как бы, мы что, мы едем. И, блин, я не могу дальше отдалить камеру, я хотел на деда посмотреть. А он даже не вращается, собак сутулая. Он дрифтит, но... Дед, стой! Но этим не могло по-другому, на самом деле, закончится. Я же за рулем-то, конечно. Держи, ты трогай деда, давай машину просто на лифте сверху поставим на него и... А, давай, да. Я вот, видишь, твою, это, блюбери ем. У меня еще там куча блюбери. А чё ты, кстати, только ее садишь, садишь, сажаешь. Не, я вообще не только ее сажу, просто... Да, блин, как тут ехать-то теперь? Слушай, мне кажется, что ему там тесно, деду. Он как-то не вращается, нифига. Вот по поводу деда, вот так мы едем, можно, знаешь, что-то... Дежаву, I have seen this place before. Что за эльфийский сейчас был? Это была пародия на песенку на английском языке, спетую с французским акцентом, которая из аниме, которая японская. В общем, сложно. Садись. Очень сложно. Все, смотри, я починил деда. А знаешь, почему? Слушай, он прямо четенько в ритм двигателя попадает. Надо бей-бей-бей-бей-бей-бей-бей-бей-бей. Ой, мы не туда, подожди, нам направо. На самом деле, я транспортировал дедов, а потом такой, на кухне выхожу, и чуть не уронил кружку с чаем. И такой, ой, 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 а потом понимаю, откуда это. Что-то опасно. Бедный дедушка, блин. Ну его же жалко, посмотри. Сейчас приедем, его сдадим властям. Еще и властям его сдадим. Боже, бедный дед. Сначала его роботы запихали в эту штуку, потом мы его нашли. Лучше бы не находили, наверное, сейчас слово. Ну, знаешь, я думаю, что лучше у нас, чем у робота. Они его не кормили, а мы его сейчас... Ну, смысл, не кормили. Ты видел, сколько они ему сено давали? Я думаю, сено для детка как-то не особо. Нифигащий ты буржуй, если для тебя сено уже не еда. Ты когда-то пробовал сено есть? Да, в детстве. А, наценовали, так и затрюйте сено. Дедушка, залазил и игрались, и... О, нет. Дедушка, как хормальный. О, Глюк, нам сзади в машину въехали, пошли разбираться. Пошли. Дедушка на запахе как-то. Ах, ты козел такой. Ты что в мою машину вылетаешь, а? Да щекун. Я от тобой сейчас забор ломать буду. А ну, не въезжай больше в мою тачку, бородатый. О чем это я хотел рассказать? Я не помню. Да какая разница? Да вы так веселые. Мы собираем дерево, везем деда, и что-то у нас какие-то приключения. Хочу по башке, по башке хочу. Блин. Ну, е-мой, е-мой. Помнишь, что опасно с кем? Опасно дерево напротив друг друга выбивать. А, да. Конечно, помню. Такой момент. Субас. За что ты так с такими видосами? Опа. Я хочу тебя сбить с ног бревного, а? О, да! Я побуду. Давай еще, давай, давай, еще один раунд, а? Мы не играем в боблинке. Это будет страшно. В смысле не играем? Выграем? Кто первый, кого пнет бревном? Ты мне уже прокатил бревном. На. Во, все. Дерево закончил. Джоу. Ничего. Мы еще что-то придумали. Оно еще и катится с горки. Кролики убил газы по пару часов, так что я думаю, мы еще найдем момент, там где ты... Не переедешь меня, колесо. Да я и не хотел тебе переехать, я хочу взять бревна. А, подожди, у меня же жопа не опущена. Надо жопу опустить у меня, чтобы оно собирало. Так, вот так вот сейчас на полную вообще опущу. Так, ну уже по... Ну, конечно, да, конечно. Подожди, 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 иди сюда, иди сюда, вот сюда встань. Вот смотри, вот твоя задача сейчас вот отсюда пробежать вот сюда со звуком... Ясно. Даже взлетел в конце. Я просто понял, что я не понял. Я не понял, что я не понял, что я не понял, что я не понял, что я не понял. Я не могу, короче, это ты поза, а до самого начала практически скраб-механика периодически появляется. Знаешь, я песенку с механиковой песенку? Хотя бы кусочек. А, это от винта? Да. Я не понял, что это поется. Ну, почему, ребят, кто знает песенку, вот вам, короче, анимация. Вы сами спойте, пожалуйста, под видосик. Это просто... Я поставила дико смешивая тема. А, они же так не разбиваются, там? Ну, конечно, нет. Не разбиваются. Знаешь, по-моему, они назвали корову задом наперед. Ну, как бы в прочтении на английском она просто корова задом наперед. Они ее назвали просто потому, что у него в имя на голове, а как бы голова она в имя по сути. А я думал, что она названа в честь вот этой лапши. Я все исправлю, я все исправлю. Я все исправлю. Ты, блин, знаешь, так же говорил. Зуй, дебил. Да. Один студент-хирург тоже так говорил. Получалось только хуже. Я все исправил иже ей, молодец. Ну, топливо, топливо сдохло. Самое время, блин, когда на нас нападают. Колесо не сдохли. У меня есть один топливо. Один. И у меня есть один топливо. Итого у нас есть два топлива. У нас есть сейчас два варианта. У нас есть два путя. Два путя есть, видишь? Пойти домой по одному пути или по другому, да? Либо толкать машину, заключить двигатели и делать тюх-тюх-тюх ногами, но это очень долго. Мне кажется, что мне придется рано или поздно все-таки ездить на этих... Значит, ах, на контроле. Ну, потому что реально задирает, ребята, таскать. Чтобы вы понимали, мы вот за эту поездку вот полный баг набрали. То есть, топливо, там нет, там было 90 с чем-то. 90 с чем-то, там не помню что-то. Ну, хорошо, да, хорошо, окей. 90 с чем, ну, почти 100. И это вот все ушло. Мы туда-обратно смотались, все, нету. Это гребанное просто кошмар какое-то. Даже надо было так влипнуть. Ну, что, сейчас будем нырять, делать топливо. Контроллеры ты не хочешь, ты честный, так что... Ну, по крайней мере, топливо нам даст нормальный буст. Так, смотри, короче, есть дед. Есть я. Может, не надо? Надо. Я хочу посмотреть, как он плавает. У тебя машина слишком тяжелая. Я недостаточно, дедок. Дед, по-моему, недоволен. Конечно, недоволен. По-моему, ему не нравится. Глюк. Вопрос, ты когда... Он еще и вверх ногами. Смотри, чувак, он поднимает задние колеса. Это значит, что 4 дедка и плавает станция, плавает. Жизнь какая. Смотри, его проглючевало из-за воды через этот. Кстати, проглючевало, это типа проглючевало. То есть, как бы... Ну, я понял, да. И просто подписчики скажут, что за проглючевало? Что за судак линча? Так, смотри, короче, я сейчас что делаю? Я сейчас не буду на газ полностью давить, я просто буду газовать и ехать на инерции. Я думаю, мы так, возможно, сэкономим несколько... Ну, в теории, если бы здесь была реальная физика и аэродинамика... Кстати, хочешь спойлер? Не, не хочешь. Ну, что, ее нету? Ну, сейчас ее нету. Деловаемое представление об этой прекрасной игре. Она прекрасна. Скоро моей. У нее все как в жизни. Так, смотри, короче, я сейчас еще отсоединил два колеса. Не знаю, повлияет это на расход топлива или нет. Прикинь, наоборот, увеличит, потому что усиление на два колеса. Я буду плакунькать. Блюк, знаешь, вот можно смотреть на две вещи и слушать еще одну. Ну, я не знаю, меня она веселит. Я понимаю, что ему там неудобно и все такое. Я понимаю, что ему неудобно. Может быть, это крик радости и счастья. Ты такой едешь, цепляйся за решетку и тут, короче, лицом по асфальту так. Ну, да. Это же кайф. По-моему, как-то это не очень. Ты в спа-салоне когда-нибудь был? В качестве клиента? Нет. В качестве того, кто платит? Да. А я был в качестве клиента. И, поверь мне, это все равно тоже самое, что то, что сейчас с дедом происходит. Да, я спрощавая, как у половины моих подписчиков. Так, вопрос, сколько у нас осталось топлива? У нас дома лежит очень большой запас. У нас осталось три топлива. Я предлагаю сейчас поехать в сторону нашего дома, чтобы взять топливо нормальное. Что-то я прям так разговариваю. А что ты тут? Помет он лазил. Помет. Помет. Помет он лазил. Это ты меня сейчас пометом назвал, да? Нет. Точно. Да, ну нет. Нет, ну да. Понимай, короче. Сейчас такая надпись в чате. Сорс забанен. Так, наш. О, все, топливо кончилось. Ну, тут есть такой момент. У тебя есть дудозаменитель. Я побежал. Отлично. Ну, как раз у тебя есть рюкзак. Вот у меня рюкзака нет, так что. Там где-то в ящиках есть очень много еще топлива. Эп. Извини, давай садись. Ты меня вот сколько раз куфери, 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 куфери. Куфу, куфу, куфу. Эй, подойди. Что ж, буррррррррррррррррррррррррррррррр. Я выкрутил движок на полную. Зря я это издалил. А тебе, Мама, не говорила, что нельзя на полную выкручивать прибор. Дед. Вот прикинь, такой тостер выкрутил на полную, он тяж. И все. Мама моя по-другому говорила. Выкручивай, сынок, на полную, чтобы хорошо и работало. А потом она купила тебе скутер и подумала, что зря я сказал. Мы почти доставили деда. Какое счастье. Подожди, а ты получается, ананасики уже попривозил сюда? Ой, я не помню, что я попривозил. Что-то попривозил. Надо сейчас посмотреть. 5 стаков ананаса, это ж больно. Через воду, конечно. Нормас. Нормас. Сейчас выйдем, подожди. Сейчас уже будет. Давай ходу, 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 поехали. Ходор, ходор, ходор. Подожди, сейчас движочек чуть-чуть. Помедленнее сделаю. Почему-то постоянно отсылки к твоему дискорту. Там что же есть, ходор. Ну да, бананы, ходор и все-все вот эти. В общем, уникальные есть персонажи. Палочка есть таких, но по-уникальнее, чем остальные, но все-все люди уникальны. Блин, мне, знаешь, может быть ты подтолкнешь сзади его, я не знаю. Вот. Ходор, ходор, о, получилось. Все, давай рыскать, скажу езжать. Слово спасает любой ситуации. Деда всосали. Прекрасно. Дед всосан. остались ананасы нам нужно три ящика ананаса приторонить они не посажены нет к сожалению ты меня постоянно бьешь что тебе сделал ну потому что я вот деда хотел вытащить из парковки отреки хожу по твоему миру смотрю на это место вспоминаю а там у меня домик грязочек и прослезился в этот момент сорс давай мы садись садись я с парковки выезжать буду подождите парковки до выехать либо рассинхрон либо парковка как у аквамена не ну просто фишка в чем что бесплатных парковок в городе знаешь немного удобное место парковаться ну мы приехали нам нужен ананас и нам нужно все в порядке вижу все под контролем так чё у тебя четче ты там дохнешь у меня еще 9 этих синих гадостей слушай не такие кислые вторую серию их ем не очень кислые сладкие они не надо мне тут кислые вторую серию кармане лежат ну нет еще нормально короче ребят мы сейчас промотаем быстренько до того момента когда мы соберем уже нормальный количество урожая потому что это видимо еще дня на два-три игровых и примутка хорошо ты не хочешь хочу давай ничего ну и чего вот ты собираешься значит двигатель с ним сделать не двигатель но скажем так и когда-то ездил на транспорте там где там коньяка в пряжи на корова там такой не ну ну кстати типа ты хочешь его запрячь да у тебя блоки с собой есть ты мне поможешь нету я просто не хочу пристану пристань ломать ее прошлый раз сломал немножко сломать потому что это будет плохо как бы давай давай бери да ну ну хорошо все взял тут нужно сложно нужно считать до трех нужно сделать рамочку чтоб внутри три блока было и высотой в коробочку в общем без крышки желательно по центру по по центру можно и так принципе по барабану ну давай посмотрим в принципе что это работает или нет вот типа вот так вот нужно же еще чтоб он не вылез надо еще вот короче террариум делаешь я не из тех блоков это делаю полундра блоки сливаю ну ничего не бойся червячок кстати о них почему-то червяками назвали хотя у них есть лапки надо мужу червячков нету лапок как минимум одна лапка есть ну ты уже делал коробку спал так спал вот смотри высотой в 2 блока высотой в 2 шт он не велись хорошо вот все ездил ты уверен что паша вид как это работает конечно мощь не надо подожди put down для червячок хорошо подожди сейчас скушаю что-то ты умираешь живот крутить а стой и куда я на него приземлился я хочу выйти так так подожди порядке там картоне уже скоро это самый главный предмет да там есть картоний картоний обычный а есть картоний так просто как-то мод ком я подумал что она немножко напряжно а тут мне посоветовали сделать так вот смотри вот сюда вот давай вот но вот эту штучку ставь там где ты стоишь короче куда ты ставишь в ту сторону он разворачивается вау 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 подожди а где куда куда-то поставил его его поставил спереди но она по сути сел все-таки до него достал что для чего да немножко надо ему сделать пути вот здесь ощущающие 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 сделаю подожди дай мне лучше картоний картоний у меня восемь картония только осталось да и скорость его поставлю он на него загорится мнение давай иски мне просто ну типа предметом а так можно было смотри в какую сторону ставишь туда он ей так окей хорошо я хочу направо ложишь ты мой это сила не знает границ да и он потом тупо едет его остановить не знаю можно разве что только вращать по кругу контроллером чтобы он остановился и в разные стороны вращаться потому что как это остановить я не знаю подожди но у меня кстати появляется такая идея офигеть скорость то что сделаем потом на этом корабле обалдеть а снимали ролик с разными методами передвижения и вот она оказывается в чем сила брат носила то оказывается вот стой кстати их можно стакать то есть два червячка дадут двойной буст скорости там по сути значит это бесконечно насколько не разгоняются но они очень сильно очень сильно это делают так прям морковку да но перед носом сейчас ощущаешь а подожди я еще не такие смотри вот на видосе такой это чё такое ну вот чувак сделаю серьезно так можно было и теперь знаешь после этого червячка у меня вопрос к твоей маргарите почему она тебя не выручила когда у нас не было транспорта действительно хороший вопрос если с собой возить блоки и если возить как бы с собой хотя бы кукурузинку в одну когда кончится топливо и есть рядом маргарита почему бы собственно и нет так ну ка направо налево вот она ребят тяговая сила то на фигеть и это всего лишь одно маленькое создание это делает так ну слушай если ты сейчас сам не запрыгнешь и я не смогу сконтролировать этого бешеного бешеное животное ну учитывая оптимизацию скорот механика она прям дрифтить может на воде офигеть я стою либо на сиденье либо уже упал так много разворот просто ржака в том что она еще и поворачивает еще настолько хорошо поворачивает у меня машины поворачивают хуже зачем вообще нужен бензин когда есть так мы можем корову так запрячь с кукурузой больни как думаешь он наверно земле не работает по моему червячок я не знаю по любому работает корова просто могла бы вытащить того что было бы вообще ты же понимаешь что это никакого бензина не надо если он запрягать животных мы сюда доезжали на последних каплях мы ныряли и знаешь сейчас такое желание дать все хорошего леща но мы всегда желание да есть дать леща кому-нибудь не ну пойми сам себе не фейсфал мне вот именно так липать блин придурок чё ты так не сделал ну как бы не ну и ну это конечно вообще жесть жесть они способны и главное поможешь себе положить он все тут будет сидеть и в этом картонкой покормил раз в месяц он доволен а много его до сидеть я бы я просто шоке от такой вот конечно но я думаю это такой я это можно регулировать все будет гораздо лучше просто эти блоки на место а спереди по центру сделать червячка тогда он будет лучше да 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 слушай и можно задний ход сделать тупо контроллер на 180 понял я она будет разворачиваться тебя будет четыре направления я евгений хотя нет мило почему можно что-то звонить типа имею ввиду что как бы они я я не думала об этом так глобально блин эта энергия которую можно сделать вообще все что угодно то есть уже читерить не контроль это животными дорады до реальной жизни ты мог бы запрячь корову ну по идее да то есть в реальной жизни я мог бы реально запрячь корову но вот это создание конечно вряд ли а вот корову почему нет она здоровая не такие там пишут комментариях а попробую корову запрячь такой не фигня потом вскидывают вот что это червячок делает такой думаю коровы что реально кто-то дело что корова уже ездит да скорее всего а почему нет смотрите короче у нас было целое поле целое поле но потом на нас напали боты с лентами со скотчем они нас отскочили и у нас осталось только половина поля сейчас посмотрим сколько здесь будет ананасов печально потому что уже столько раз сделали и вот на последнем заходе надо было наверно половину поля чувак у нас у нас есть 31 на 1 больше они реально типа они на блю ну эти на голубик они так не парятся но на ананас они прям жестко очень жестко агрессию что там у каждого этого фрукта есть какое-то значение агро и типа как их собираешь и много там вообще везде делаешь 100 грядок или там больше сделаешь грядок участи наберешь там три сотни агро нужно тут не птики а даже красные начнут ходить это вот эти здоровые до которые стосят металл 2 и металл 3 это же вообще капец это же вообще никак не защититься у меня ребята такие пишут типа в комнатах то 3 металла останавливает даже красного но мой ролик по экспериментам доказал что нет не останавливается до грустненько немножко так ну ладно а еще тут и ананасика есть в сундучке так ну в принципе нам хватит нам хватит давай садись просто офигенно на самом деле так быстро едет она просто офигенно дрифтит офигенно едет это не то что вот на той огромные штуки то есть получается на той штуке мы долго едем тупо из-за того что он медленно едет то есть если бы она разгонялась также я на самом деле не представляю типа чтобы youtube штуку прокормить там нужно бака 34 наверное заполненных до чтобы доехать сюда назад и что-то по дороге еще найти ну да что вот доехать туда где мы уже были подожди а там знаешь чем еще проблем у нас там blue berries лежат кнопку на ли не кнопка есть сейчас blue berries я забрал ну и все и ждем ну ты поймал на головку прям молодец я готов вырастить еще несколько партий ананасов чтобы сбить тебя ящиками все ради твоих страданий четвертый до его не должно было быть кстати тут прикол ты кидаешь 10 индикаторов 7 так что там могло быть да 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 я приехал а он уже был по ну не пол за пол но существенно так и получилось лишь 4 как-то центровать их нужно что то нормально пахка пойдет садись ложись а я лягу прилягу подожди за мою стороне нужно садиться здесь или не садится так о не спал сейвит а теперь если сдохну то опять окажу здесь ох вот это он тоже чуть-чуть уж неплохо с высоким центром тяжести язык хуже вообще-то маргарита маргариту первый раз ее просто сбил нас я думал это невозможно ну хоть мясо твою не пропадет хоть мясо и и не пропадет говорю не знаешь чем короче машин надо помыть в смысле мы плаваем ящики походу тоже имеют в себе певицу бьёньте все привезли сдаем в смысле меня не пугает а металл тебя всасла лицо в него стягивая волосы вот половину уже стянула так всю машину паркую безопасное место я пока пойду купил оружие места тебя если ты будешь дальше лежать на этом матрасе он будет мокрый а не могу купить смысле ты не можешь купить и ты купил ты что думаешь я не вижу я не знаю думаешь да чего я не куплял не 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 ма я тебя сейчас топить буду ничего не покупал боезапаса нет и что-то на меня направляешь одну вернулся догад линк додай гатлинк а не могу его выкинуть так ты это ты в сундуке интересно как 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 быстро он картоху тратит ну-ка дай-ка я гляну поверь очень а очень так 30 39 картох у меня есть ну чё давай офигеть то это же это же странный пулемет дождь и ты мне урон наносишь каким каким кандибоббером да айра нету прикольно серьезно подожди ты прямо умер у меня вопрос у тебя есть обычные картошками ну да а у меня закончились картохи как раз когда ты умер я думал что она не наносит урон друзьям воде и воде сибири молотком ничего не случалось а тут а тут печально так получилось все я могу просверлить тебе чего-нибудь хочешь на самом деле я так понимаю что это вообще нифига не крутое оружие потому что ну представляешь у тебя картоха будем тать за мгновение там реально и кстати если брать по урону то урон на картошку здесь меньше ну да по идее самый лучший вариант значит просто взять этот взять обычный картофель и мед мне кажется смотри прикол в чем что там же говорит каста ученых у меня да они сделали табличку при которой получается что в ближнем бою от реально в ближнем бою самый выгодный это грабовик потому что но это в ближнем если ты играешь в дальнем то нет не правда если в дальнем то получается будет лучше всего этот обычный картофель и мед ну что ребятки достали достали самое классное оружие в игре одно оказалось далеко не таким классным как я думал и она быстро сожрала все мои патроны было бы здорово если бы создатели сделали бы какую-то возможность ну хотя подожди мы же можем выращивать на самом деле картоху в огромных количествах если автоматизировать ферму можно вот это конечно геморрой страшный но это можно сделать и мне кажется надо будет как-нибудь этим заняться а пока что ребят с вас 15 тысяч лайков свой заход к сорсу потому что у него вот там есть видосик со мной который вы не видели и который у меня на канале к сожалению не будет это грустно я спас что мог но не все к сожалению ну так бывает так бывает нам с этим жить с вами был глюк и сорс всем удачи всем пока пока ты подписаться должен на глюк ты подпишись если ты не злюка подпишись на меня лайк ты поставь этому видосу будешь ты круче любого утконоса вот